Пишет, как можно заявлять, что приход Трампа ничего не меняет? Я не знаю, где вы это слышали, мы этого не говорили, нигде. Мы говорили конкретно по Украине, что ожидание того, что приход Трампа тут изменит просто все, и сразу это чушь. У вас, блин, развитие событий зависит сугубо от объективных факторов. Личности в роли не играют вообще, это тоже бред, который... Нет, личность всегда играет роль. Мы постоянно отрицаем. Личность играет роль, просто это не надо возводить в абсолют. Личность играет роль, институция играют роль, это взаимодействие. И баланс играет роль, нужно понимать, что мы стараемся смотреть сквозь призму баланса. Да. Я, кстати, не назову победу Трампа ошеломительной, потому что, во-первых, как я сказал, в колеблющихся Штатах он победил с минимальным разрывом, который мы рисовали. Во-вторых, как мы видели, Америка все так же поделена пополам. То есть не произошло резкого поворота в сторону республиканцев. То есть как было 50 на 50, так осталось. То есть Трамп побеждает, если в процентном соотношении у него чуть больше 50%, у Камалы почти 48%. Ну опять та же ситуация, что была, просто теперь в пользу республиканцев на несколько процентов. Поэтому нужно, это просто то, что мне кажется важно, то есть как Байден в 2020 году, так и Трамп сейчас, он побеждает, но опять в условиях разделенной Америки, и он должен опять будет что-то с этим делать. То есть Байден в свое время, когда победил, он обещал, говорил, что он будет президентом одного срока и для всех американцев, но в итоге он же так и не смог никак нормально подойти к вопросу объединения и какого-то генерации, какой-то новой идеи, объединяющей для всех американцев. Вот Трамп сейчас будет перед тем же вызовом, за который он критиковал Байдена. Будет интересно посмотреть, сможет ли он ну как-то склеить Штаты заново или наоборот еще больше усугубит раскол, тем самым вгоняя в Штаты еще больше во внутреннюю повестку. Поэтому да, я не оцениваю его победу как прям вот такую, что вот никогда такого не было, и она настолько ошеломительная, что теперь не знаю, что-то все так же, как 50 на 50 было, так и осталось.